Привет вам, любители комиксов! И сегодня мы продолжаем обозревать серию черепашек ниндзя от AEW Collection. На подходе и на столе у нас третий выпуск, третий том. Как видите, на обложке красуется Леонардо. Ну и без лишних слов давайте двигаться к обзору. Корешок по-прежнему продолжает выглядеть как рукоятка катаны. По-прежнему у нас информация о третьем выпуске аббревиатуры черепашек ниндзя и логотип издателя. На задней стороне у нас информация о том, что происходило в предыдущих томах и что нас ждет в этом томе. Информация о выпусках, которые включены в данный том. И если говорить о содержании, то в эту книгу входят выпуски основной серии с 21 по 28. Помимо этого микросерии, посвященные таким персонажам, как Старый Хоп, Алопекс, Караи, Хан, Бибоп и Рокстеди. Да, они в этой книге как раз таки появляются впервые и самому Шреддеру. Помимо этого сюда также включен и ежегодник от 2012 года, который к слову полностью написан и проиллюстрирован, нарисован соответственно самим Кевином Истманом. Что ж, давайте начинать. Посмотрим, что же тут такого интересного внутри. Начнем с содержания и как раз можете понаблюдать за тот контент, который находится в данном томе. Ну и начинаем мы с ежегодника того самого за 2012 год. Довольно большой выпуск. Действительно там наверно страниц 50, а то и все 60-70, потому как очень длинный. И здесь в нем идет речь о противостоянии клана Фуд и группировки Сават. Думаю, кто помнит классический черепашек ниндзя, классические истории черепашек ниндзя, помнит также и кто такие Саваты, скажем так. История крутится вокруг двух уличных таких мини-бандитов, недобандитов, скажем так, которым посчастливилось или не повезло найти один чемоданчик, за которым охотятся как клан Фуд, так и Сават. Довольно интересный сюжет, такая недодетективная история, где очень неплохо раскрывается Кейси Джонс с Рафаэлем. Это история посвящена в основном им, где нас знакомят с кланом Сават. Больше узнаем про Караи, про Шредера. Знакомимся с еще одной девушкой, скажем так, которая дружит с Кейси и которая впоследствии в будущем тоже будет иметь довольно-таки важную роль в сюжете. Ну и завершается вся история такой вот дружеской потасовкой между Кейси Джонсом и Рафаэлем. Следом мы переходим к 21 выпуску, который, кстати, тоже проиллюстрирован Кевином Истманом. Интересный выпуск, необычный. Как я уже говорил в своих обзорах, я не делаю акцент на рассказ всей истории и стараюсь обходить спойлеры в целом сюжетные, поэтому не буду рассказывать, что здесь происходит. И тем не менее, сюжет явно заинтересует тех, кто любит Черепашка Ниндзи. Следующий эпизод уже переходит к классической рисунке, рисовке точнее, которая и мне полюбилась, которая и будет впоследствии на основной серии чаще всего встречаться. С этого момента начинается очень длинная сюжетная линия. Пожалуй, моя любимая на протяжении основной серии, вплоть до, наверное, конца этой самой сюжетной линии. И в данной линии мы видим большое и серьезное противостояние между Черепашками и Шреддером, которая имеет очень интересный поворот и сюжет внутри себя. Но, помимо этого, сама история разбавляется микросериями. В частности, нас знакомят с оригином, происхождением персонажа Старый Хобб. Это новый персонаж, который появился впервые в этой серии комиксов, в первом выпуске этой серии, как раз таки рассказывает о том, как этот персонаж появился на свет и про его историю. Как я ранее рассказывал и говорил, в этой серии комиксов от AEW очень много внимания уделено тому, как эти персонажи, как антагонисты, как протагонисты появляются на свет, какая у них предыстория, какие у лотивы, что ими там руководствует, чем они, точнее, руководствуются, что ими движет и так далее. Ну и далее возвращаемся к серии сюжетной линии основной, которая называется «Падший город» или «Сити Фолл». И что здесь, наверное, самое примечательное и самое интересное, это то, что в какой-то момент времени наш Леонардо, предводитель черепах, переходит на сторону Шредера. Не буду рассказывать деталей, но сюжет действительно очень интересен. И, по сути, братья Леонардо, Леонардо, Донателло, Микеланджело, ну и, соответственно, Сплинтер, они противостоят не только Шредеру, но и Леонардо, то есть, их собственному брату, сыну Сплинтера, который перешел на темную сторону. Интересный сюжет, крайне рекомендую ознакомиться с ним при такой возможности. Дальше у нас еще один оригин персонажа Алопекс, тоже персонаж, который появился впервые в этой серии комиксов. Это такая снежная лиса, если так можно назвать ее, которая служит Шредеру, является таким тайным ассасином, убийцей. Но в какой-то момент времени она начинает сомневаться, а ту ли сторону она выбрала. Дальше у нас история о Карае. Карае – это внучка Шредера. В данной серии комиксов у нее происхождение именно такое. Она помогла Шредеру, собственно говоря, вернуться в этот мир. И она же возглавляла клан Фуд до возвращения Шредера. И как раз таки здесь у нас появляются первые предпосылки к тому, что мы начинаем понимать, кто скоро выйдет на сцену. Не буду пока раскрывать все карты, обратить внимание на вот этого персонажа и на вот этого персонажа. Думаю, что те, кто смотрел мультик 80-х, 90-х годов, меня поймет. Противостояние Черепах и Шредера проложается. На фоне всего этого начинается война банд, где лидерами в противостоянии с Шредером выступает клан Сават, группировка Сават. Но Шредер, конечно же, в силу своих невероятных хитрых способностей, расчетливости, огромной армии и так далее, не сдает свои позиции. Еще один Ориджин – Хан. Персонаж, который появился впервые в мультике 2004 года, в мультсериале точнее. И здесь у него тоже особая роль, особая история. Он здесь не просто какой-то персонаж с улицы. Он, ну думаю, что я уже могу позволить себе это сказать, учитывая, что предыдущие два тома мы с вами разобрали, он отец Кейси Джонса. И это вдвойне осложняет ситуацию, потому как именно из-за отца и благодаря отцу Кейси Джонс стал тем, кем он есть сейчас. Противостояние продолжается, очень активное и очень длительное. Как видите, Леонардо, который теперь на стороне сил зла, активно способствует клану Фуд в победе над непосредственно главными противниками группировкой Сават. И вот мы подходим к гвоздю программы этого выпуска, этого тома «Появление Рокса Ди Бибопа». Эти персонажи впервые появились в мультсериале 80-90-х годов и полюбились зрителям до безумия. И вот спустя огромное количество лет АДВ решила ввести персонажа в основную вселенную, в полноценный комикс-версию, скажем так, где они являются не просто безмозглыми дуболомами, скажем так, а действительно очень сильными и опасными врагами. Безусловно, они по-прежнему глуповаты и, я бы сказал, даже туповаты, но при этом они крайне зловещи, крайне безумны и дико интересно наблюдать за их похождениями. И они стали главными приспешниками караи и одним из главных врагов черепашек на ближайшее время в том же числе. Мы подходим к завершению данной, скажем так, сюжетной линии «Падший город» и начинается главное противостояние, главная битва, которая длится целых два выпуска практически, где активно вступают в бой все козыри Шредера, ну и наши черепахи также не остаются в стороне, конечно же. У них есть и свои хитрости на этот счет. Кстати, помните, я говорил в прошлом выпуске о том, что Эйприл у нас полноценный фенкоманды и теперь она не просто смазливая девчонка в желтом каменезоне, но и приносит действительно пользу коллегам своим по цеху черепахам. Так вот, как раз таки речь про это. Вот здесь она принимает активное участие и помогает черепашкам в сражении с бандой Шредера. Тут очень интересная схватка Леонардо с Арфаэлем. Ну и все завершается тем, что Леонардо возвращается в семью, но впереди нас ждут еще очень много сложных моментов, потому как Леонардо промыли мозги и сейчас он в полном замешательстве, он потерян и он не понимает, кто он, что он и так далее. А сам том завершается историей Шредера о том, по сути, такая предыстория того, как он вернулся в наш мир. Потому как, если вы помните, история и сюжет вообще происхождения Хамата Йоши, Сплинтера и Урокусаки Шредера идет корнями в древнюю Японию, в феодальную Японию. И вот здесь нам рассказывают о том, каким образом путем реинкарнации и перерождений и Сплинтер Хамата Йоши и Шредера Урокусаки вернулись к жизни. Вот здесь история о том, как Шредер проходил путь, ну, не знаю, как назвать адом ли это, можно назвать или чистилищем, как бы там ни было, в общем, через некий такой условный лимб, пытаясь дойти до главного хозяина этого, скажем так, лимба и одолеть его. Ну, довольно интересный выпуск. Выпуск неплохо раскрывает тоже черты характера Шредера. Что касается допов, здесь их абсолютно нет. Одна обложка и, собственно говоря, все. Кстати говоря, если помните, я говорил про то, что каждому тому характерно наличие закладки, которая соответствует цвету корешка. Здесь у нас синяя закладка, так как корешок, соответственно, тоже синий. Вот таким выдался третий том. Пожалуй, этот том насыщен максимумом интересных событий, интересными историями о происхождении персонажей, в частности, большинства злодеев, или персонажей, которые, скажем так, имеют нейтральную позицию и могут переметнуться как на сторону света, так и на сторону тьмы. Как бы там ни было, третий том для меня является, наверное, одним из самых любимых среди новой серии «Черепах». Ну, и серия выпусков, посвященная падшему городу, глобальному событию в рамках «Черепашьей вселенной», действительно стоит того, чтобы прочитать его. Ну, а у меня на сегодня все. И увидимся в новых обзорах.